В Анапе зарегистрированы 260 индивидуальных предпринимателей. Это водители, кому разрешена деятельность таксистов. На деле машин с шашками ездит по городу намного больше. Это нелегалы. Отличить легальных перевозчиков от нелегальных достаточно сложно. Любой легковой такси в общем транспортном потоке должно иметь отличительные знаки. На боковых поверхностях кузова символику таксомоторных перевозок, композицию с контрастных квадратов в шахматном порядке. На крыше автомобиля фонарь оранжевого цвета, соответствующий ГОСТу, либо выполнены по техническим условиям. Как правило, у нелегальных таксистов фонарь, цветографическая схема отсутствует, фонарь белого, ну какого угодно цвета может быть. И вообще так-то в потоке тяжело отличить легального перевозчика от нелегального. Это уже в процессе проверки документов выявляем. У легального перевозчика на руках должно быть разрешение на осуществление данного вида деятельности или он должен быть зарегистрирован в налоговой инспекции как индивидуальный предприниматель. Жителям и гостям курорта, пользующимися услугами легкового такси, нужно выбирать легальные, отвечающие требованиям по безопасности пассажирских перевозок и выдерживающие тарифную политику. В противном случае пассажир рискует стать жертвой наживы нелегалов, не желающих нести ответственность за качество предоставляемых транспортных услуг. Водителям, желающим осуществлять перевозки пассажиров, необходимо оформить документы в установленном порядке и работать легально, без протоколов об административном правонарушении, ожидания очередной проверки и без штрафов. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа, Регион.